всем привет и здравствуйте сегодня я даже не могу назвать это блюдо рецептом я закатываю салат купила в магазине вот такие овощи они недорогие поэтому купила две упаковки и купила вот такую вот мелкую кукурузу решила приготовить из них салат и закатать его на зиму вот такого типа салаты отлично подходят к любым блюдам как закуски и плюс к тому же из них можно что-то приготовить набор продуктов совершенно произвольны у меня это немножко перца и лука чуть-чуть чеснока как видите я спасаю продукт этот перец уже начал портиться я его обрезала морковку я порезала на корейской терке ну это просто скажем так для красоты а так в принципе можете делать как угодно еще у меня есть небольшая белая капуста возможно возьму половинку этой капусты еще точно не решила самое первое что нужно сделать это почистить фасоль я отрежу вот эти твердые хвостики и порежу на три части наверное так чтобы было удобно брать на вилку потом в салате морковку кстати мне понадобится вот это салатница вот это блюдо поэтому морковку я сразу перекладываю в кастрюлю и фасоль я буду резать вот в эту стеклянную мисочку сейчас объясню почему смотрите я режу вот на такие кусочки можете резать пополам в общем делайте так как вам удобно те что помельче можно порезать и пополам фасоль немножечко такая знаете грустная вполне съедобная для салата самое то как я уже сказала можете брать любой набор продуктов я хотела положить туда еще баклажан но баклажан как-то не всегда подходит к любым блюдам а вот из этого салата можно даже приготовить суп но опять же это все на ваш вкус у меня не оказалось табачка отлично подходит табачок и так пока не почищу всю фасоль вот на такие кусочки я порезала фасоль сейчас я ее промою и вернусь поскольку фасоль намного тверже чем все другие овощи которые я взяла я накрою миску пленкой сделаю пару дырочек и поставлю миску в микроволновку минуты на три чтобы фасоль стала мягкой пока фасоль у меня в микроволновке я порежу кукурузу я тоже вот на такие кусочки чтобы было удобно брать вилочкой даже может быть чуть помегче вот так вот эти кусочки потолще их нужно порезать помегче теперь на такие же небольшие кусочки порежу болгарский перец ножик нужен чуть побольше если у вас есть помидоры то конечно добавляйте свежие помидоры вот примерно так то есть фасоль еще не готова просто стало чуть-чуть помягче лук порежу такими знаете небольшими вот такими пластинками ну что вот так наверное все таки порежу немножечко капусты возьму наверное половиночку капусту я порежу потоньше теперь добавляю немного специй лучше добавить позже чем пересолить например я добавляю паприку я ее очень люблю солю немного опять же солите по вкусу добавлю чуть-чуть сахара буквально вот на пару столовых ложек осторожно с сахаром лучше не добавляйте совсем чем переборщить потому что если вы будете потом готовить например рагу или будете добавлять какой-то допустим тушеное блюдо этот салат то конечно лишний сахар вкуса вам не прибавит вот в этом конкретном случае теперь я добавлю смесь трав она у меня с горьким перцем поэтому добавляю немножечко потом еще буду добавлять свежие укроп и петрушку сюда же добавляю примерно стакан растительного масла как я уже сказала если у вас есть свежие помидоры добавляйте свежие помидоры вот я смотрю и думаю наверное я добавлю баночку протертых томатов вместо томатов я добавлю пол баночки вот такого соуса у меня с чесноком и из лука заодно и использую этот соус так вот и все все это перемешиваю и ставлю на плиту примерно на полчаса дам закипеть потом убавлю огонь и дам повариться этому салату полчасика решила добавить пару зубчиков чеснока не очень много буквально 3-4 зубчика хочу еще раз обратить ваше внимание на то что обязательно нужно попробовать на специи на соль и на перец то есть дайте салату вариться немножко минут 15 потом попробуйте на соль и досолите доперчить и если хотите пару листочка лаврового листа супер салатик начал кипеть засекаю примерно 15 минут черного перца никогда не помешает пока у меня салат варится я помыла банки стерилизовать их не буду потому что буду стерилизовать салат в духовке лучше всего подходят банки пол-литровые или вот такие как у меня 600 800 граммовые но это конечно зависит от количества людей в вашей семье еще немножечко соли и замороженную укроп вот все перемешиваем поварю еще 15 минут пока у меня варится салат я хочу поправить вот эту маринованную свеклу я купила эту свеклу за 65 центов но в ней нет никаких специй только вода и немножко уксуса подай соль по моему поэтому я сливаю из свеклы жидкость добавлю в нее немножко сахара совсем чуть-чуть и поставлю ее варится за это время добавлю в баночки чеснок немножко острого перца этот рецепт вы уже у меня видели добавляю немножечко гвоздики буквально пару звездочек смесь перцев разноцветных также хочу добавить немножечко зерен горчицы посмотрим как будет на вкус и лавровый лист и теперь заливаю тем же кипящим рассолом вот так до самого верха выдавила пузырьки воздуха теперь плотно закрываю герметично закрываю баночки хорошенечко обязательно нужно проверить чтобы ничего не текло так видно да ничего не течет вот и все теперь укутая в одеяло и нам свекли остыть будет намного вкуснее как вкусно вкусно пахнет духовка у меня разогревается до 150 градусов будем стерилизовать салат прямо в банках как я уже сказала банки я промыла крышки буду стерилизовать кипячением лавровый лист я удалю у меня их два где-то еще один есть прям кипящий салат раскладываю в банке до самого верха вот так вот не наполняю лица немножечко место ставлю чтобы было куда соку подниматься так вот хорошенечко плотненько по утрамбовываем не забудьте попробовать еще раз на соль на специи ну вот смотрите сколько у меня получилось вот здесь немножечко тоже поставлю стерилизовать потом разложу вот в эти банки все ставлю в духовку на полчаса вот надеюсь вам видно как только салат закипит убавлю температуру до 120 и буду стерилизовать полчаса с момента закипания при 120 градусов чтобы слегка кипела и все все готово из этой маленькой баночки я аккуратненько разложу и сейчас добавляю в банке уксус это у меня 25 процентная уксусная эссенция если берете столовый уксус 6 процентный добавляйте неполную столовую ложечку я добавляю сейчас вам покажу вот примерно вот это чайная ложка половиночку чайной ложки накрываю простерилизованными крышками плотно плотно закрываем хорошенечко и аккуратненько переворачиваю на подставку сверху буду накрывать полотенцами очень-очень осторожненько вот эти банки я не переворачиваю я просто плотно закрываю и когда они остынут вот эта резиночка закрывается герметично если сейчас ее перевернуть то она потечет но когда остынет будет герметично закрыта вот все что у меня получилось салат две баночки со свеклой сейчас накрою посудным полотенцем и укутаю одеялами дам полностью остыть прежде чем вынесу на холод дам полностью остыть прежде чем вынесет и ну и и и и